Соревнования по гребле на Байдарках и Каное прошли на Симферопольском водохранилище. В первом старте приняли участие команды из Джанкоя, САК и поселка Нижнегорский. Всего около полусотни участников, в большинстве своем до 18 лет. Про открытие сезона и планы по развитию водного вида спорта на полуострове расскажет Алена Шамина. Старт дан. Соревнования по гребле проводятся в Симферополе впервые за 40 лет. После долгих тренировок участники готовы показать, кто на что гораст. Миша уже 6 лет занимается этим видом спорта, при том, что мальчику всего 11. К тренеру его привел папа. Уже на первых соревнованиях Миша получил детско-юношеский разряд. С тех пор занимается постоянно, хоть на воду выходит только в теплую погоду. Долго не ходил, из-за того, что было не очень погода. Мы на воду не выходили, занимались в спортзале. Ну, вроде бы нормально. Немножко уже привык после зимнего сезона. Всего нужно пройти три дистанции – 200 метров, 500 и 1 километр. Водный вид спорта требует развитых физических данных, ведь во время гребли задействованы все группы мышц. Чтобы прийти первым, надо быть сосредоточенным. Поэтому рассмотреть крымские пейзажи спортсмены могут только во время разминки. Очень красивая природа. И вот даже вот здесь первый раз мы пошли чуть дальше. Там горы, города очень красиво смотрятся, с воды особенно. Поболеть за ребят пришли не только их родные и друзья, но и ветераны гребли. Они наряду с тренерами возлагают большие надежды на подрастающее поколение. А Крымская федерация гребли намерена внести свой вклад в развитие спорта на полуострове. Возобновить базу по подготовке и проведению чемпионатов по этому виду именно в Симферополе. Он существует уже очень давно, но в связи с тем, что в Украине это развивалось очень слабо, сегодня наша федерация прикладывает максимум усилий. Хотелось бы, чтобы крымское правительство тоже помогало нам в этом. Уже есть некоторые предпосылки к этому, но необходимо, чтобы самая большая грибная база была на этом водохранилище. Первый старт показал, юные спортсмены могут достойно представить самую молодую республику страны даже на международных состязаниях. Отборочные этапы для дальнейших соревнований будут проводиться в крымской столице несколько раз в месяц. Алина Шамина, Олим Велиев, Время новостей.